Здравствуйте! В эфире программа День города. С вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. И сейчас коротко о главном. Снег кружится, летает и тает. Улицы города оказались завалены снегом. Акцизы, налоги, штрафы. Как изменится жизнь россиян с 1 января? Пьяный водитель, пытаясь уйти от сотрудников ГИБДД, протащил полицейского вслед за своей машиной. День спасателя. Рязанский автопарк службы спасения пополнится новой техникой. Снегопад, который завершился в утренние часы в Рязани, оставил след на дорогах города. Проблема уборки осадков волнует не только автомобилистов, но и пешеходов. Последний снегопад уходящего года шел, не переставая, почти 12 часов подряд. Температура воздуха сохранялась на нулевой отметке. Осадки выпадали преимущественно в виде мокрого снега. Предупреждения синоптиков и МЧС о циклоне не помогли. Город завалил снегом. Утром на дорогах образовались длинные пробки. Водителям пришлось откапывать свои машины из сугробов, а люди опаздывали на работу. Перед коммунальщиками была поставлена задача расчистить дороги и дворовые территории от снега. Тем не менее, уборочную технику в спальных районах практически не встретить. Центральным улицам повезло больше. Но стоит только свернуть на второстепенные дороги, картина открывается совсем другая. Снег как лежал, так и лежит. Пешеходы пробирались сквозь сугробы и сами протаптывали дорожки к остановкам. А в некоторых дворах к старому снегу, который и так не был убран, добавились новые осадки. К таким суровым зимам рязанцы уже привыкли. Но стоит отметить, что и администрация города делает все возможное для того, чтобы дороги и тротуары стали более комфортными для горожан. Начало года – традиционный срок вступления в силу законодательных изменений. Акцизы, пенсии и штрафы. Как изменится жизнь россиян с 1 января, расскажем далее. Итак, с 1 января 2017 года неплательщиков налога на имущество будут наказывать штрафом. То есть, если вы не сообщили в налоговый орган, что у вас в собственности имеется имущество, земельный участок или транспорт, придется заплатить штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налогов. Регистрировать недвижимость можно будет теперь в любом офисе приема документов. То есть, если рязанец купил квартиру, скажем, в Сочи, ему не обязательно ехать за 3-9 земель, чтобы оформить право собственности. Сделать это можно в любом МФЦ. Коллекторов накажут за плохое поведение. С 2017 года организации, которые смогут взимать долги из граждан, станет меньше. В России создадут реестр, войти в который смогут не все коллекторские агентства. Парковочное место можно будет купить в ипотеку. Оформить их в собственность можно будет уже с 1 января и обозначать краской, наклейками или другими способами. А подать в суд можно будет онлайн. Все, что требуется от гражданина, заполнить форму, которая будет находиться на официальном сайте суда в интернете и закрепить документ электронной подписью. Больничные листы станут электронными. Внедрение системы электронных больничных не только сократит количество бумажных документов и расходы на производство бланков, но и позволит полностью исключить из оборота поддельные больничные листы. Предполагается, что электронный листок нетрудоспособности будет заполняться в медицинском учреждении. Далее информация будет храниться в единой базе ФСС, воспользоваться которой смогут как работники, так и работодатели. А сами пациенты смогут избежать бесконечных походов в больницу и стояния в очередях. Пенсионный возраст у муниципальных и госслужащих увеличится. Его увеличение становится в 2026 и 2032 году, то есть когда женщины будут уходить на пенсию в 63 года, а мужчины в 65 лет. Индустрия торговли и услуг на пороге кардинальных перемен. С 1 февраля 2017 года традиционный кассовый чек официально переходит в форму обязательных электронных данных. Они будут храниться у оператора фискальных данных и налоговой службы. Покупатель сможет проверить чек на легальность. Летом Госдума приняла поправки в закон об ОСАГО, согласно которому с 1 января 2017 года все страховые компании будут обязаны оформлять электронные полисы ОСАГО. В том случае, если компания не обеспечит возможность оформить полис ОСАГО в режиме онлайн, ее ждет штраф в 300 тысяч рублей. Новые законы ждут иммигрантов. С 1 января вводится госпошлина за получение документа с оценкой знаний русского языка и истории России. Данная норма распространяется на иностранцев, прибывших в РФ с целью поиска работы. Причина введения госпошлины – это большой поток мигрантов из стран ближнего зарубежья, которые нужно строго контролировать, и поиск дополнительных источников денежных средств. Еще одна новость, появившаяся накануне во многих информагентствах. Послом России в Турции может стать выпускник Рязанского высшего командного училища связи Михаил Бабич. Сейчас он занимает должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе. По информации СМИ, назначение произойдет уже в новом году. Ранее Михаил Бабич руководил корпорацией Антей в Москве, объединяющей предприятия, которые разрабатывают и выпускают вооружения. Некоторое время занимался бизнесом, затем перешел на госслужбу. Михаил Бабич работал во многих регионах, был зампредом правительства Московской области, замглавой администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. Кроме этого, он в течение двух созывов был депутатом Госдумы. Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства Анкары на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника от Калининграда до Камчатки». К другим темам. В эти дни люди уже отмечают наступление Нового года. Правда, некоторые это делают за рулем автомобиля. Один из рязанцев не только сел пьяный за руль, но, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД, захватил одного из полицейских с собой, захлопнув его одежду дверью своей машины. Подробнее расскажет Галина Ершова. В эти выходные экипаж сотрудников ГИБДД, как обычно, заступил на службу. Но день начался с происшествия. Очевидцы рассказали, что уже несколько минут наблюдают за неадекватной белоснежной Хондой, которая явно нарушает правила дорожного движения. Про опасного водителя они уже сообщили в дежурную часть. Но Сергей Заливной и его напарник оказались действительно в нужном месте и в нужное время. Остановить автомобиль им удалось на улице Высоковольтной у дома номер 16. Увидели, как данный автомобиль поворачивает в арку данного дома. При повороте водитель немного замешкался, остановился. Мы в этот момент подъехали. Я сразу же вышел из служебной машины, подошел к водителю со стороны водительской двери. То есть водитель, увидев, что я к нему приближаюсь, заблокировал двери. Ну и, соответственно, попытался скрыться. Нажал на педаль газа. Автомобиль внезапно тронулся с места, при этом зацепив дверь у сотрудника ГАИ. На резке водителя грозный пассажир уехали недалеко. Машина врезалась в арку дома. К счастью, сотрудник полиции не получил серьезных травм. Вместе с напарником он извлек из автомобиля незадачливого водителя. От освидетельствования мужчина отказался. Против пройти медицинское освидетельство. На состоянии алкогольного опьянения. Все правильно? Добро. Водитель находился с явными признаками алкогольного опьянения. И запаха алкоголя изо рта, и речь невинятная, соответственно. Также под сидением автомобиля имелась бутылка водки. Выяснилось, что гражданин уже шесть раз привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Теперь ему грозит наказание по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет. А также административная ответственность по статье 19.3 неповиновения законному требованию сотрудников полиции. Всего за прошедшие выходные было выявлено 24 подобных нарушения. При этом пять водителей нарушили закон неоднократно. Полицейские Рязани вновь предоставили информацию о проделанной работе в рейдах. На этот раз от их глаз не ускользнула нелегально продающаяся пиротехника и алкоголь. Подробнее о работе полиции в предновогодние дни расскажет Наталья Новикова. Запах елок и мандаринов, праздничной иллюминации и, конечно, покупка подарков, фейерверков и того, что будет на праздничном столе. Непременные атрибуты наступающего Нового года. Ну и, конечно, хочется быть уверенным в том, что вся приобретенная продукция будет надлежащего качества. И, тем не менее, рязанские полицейские продолжают выявлять как контрафактную алкогольную продукцию, так и сомнительную пиротехнику. На днях в Рязани полицейские в ходе рейда выявили пять незаконных торговых точек, которые реализовывали пиротехнические изделия. Нарушители организовали торговлю, не оформив надлежащим образом документы на ведение предпринимательской деятельности. Соответственно, нам такие торговцы не несли перед покупателями никакой ответственности и, скорее всего, предлагали товар ненадлежащего качества. В итоге у нерадивых предпринимателей было изъято 766 единицы пиротехнической продукции. Пресекли сотрудники регионального МВД и деятельности хорошо оборудованного цеха по производству контрафактной алкогольной продукции элитных брендов, располагавшегося в южной промзоне города. В складском помещении было организовано производство алкогольной продукции, маркированной акцизными марками, подлинность которых вызывала серьезные сомнения. Подпольное производство было оборудовано полуавтоматической линией по розливу спиртного в бутылки и маркировке их этикетками и акцизными марками. Наряду с огромными емкостями со спиртосодержащейся жидкостью полицейские обнаружили в цехе готовую продукцию – бутылки с этикетками виски, рома, текилы, элитных брендов и водки. В соседнем с цехом в складском помещении была обнаружена аналогичная алкогольная продукция, упакованная в специальные коробки. Как оказалось, содержимое бутылок кроме цвета ничем друг от друга не отличалось, а из незаконного оборота было в итоге изъято 8 тонн фальсифицированной алкогольной продукции, 8,5 тонна спиртосодержащей жидкости, 180 тысяч пустых бутылок, а также оборудование для производства алкогольной продукции, приспособление для окупорки бутылок и этикетки. Оперативники установили, что к организации подпольного производства причастны пятеро жителей Рязани и Рязанской области. В настоящее время полицейские устанавливают каналы распространения и реализации фальсифицированного алкоголя. Ну а злоумышленникам грозит лежение свободы на срок до 6 лет. Сегодня в России отмечают День спасателя. Эти люди играют основную роль в проведении поисково-спасательных работ. Они всегда первые там, где людям нужна помощь, начиная от захлопнувшейся двери в квартиру до чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения и пожары. Чтобы спасатели всегда оказывались вовремя на месте, у них для этого есть все необходимое и даже больше. Бедный барсик пропал еще в воскресенье. Хозяева долго искали своего кота и никак не могли поверить в то, что их домосед мог уйти так далеко от подъезда. Но через пару дней барсик подал голос с самой макушки высоченной ели, растущей под окном. До нас дозвонились соседи хозяев барсика и очень попросили о помощи. Животинка трое суток боролась за свою жизнь, невзирая на дождь и зной, крепко вцепившись в спасительный колючий ствол и истошного пя. Именно так начиналась душесчипательная история, произошедшая в нашем городе этим летом. Благодаря доблести и отзывчивости наших спасателей, она получилась доброй и со счастливым финалом. Спецавтомобиль с подъемником, а потом и пожарные лестницы. И, конечно, сильные мужчины вновь сделали хозяйку счастливой обладательницей кота. Именно такая техника позволяет спасать, в том числе и жизни, и не только котов. А сегодня на мощные спасательные машины можно было полюбоваться воочию. На площади Победы состоялась выставка пожарной и спасательной техники главного управления МЧС России по Рязанской области. Теперь автопарк управления МЧС пополнит сам спасатели, станут обладателями еще нескольких спецмашин. Ведь ни один праздник не обходится без подарков. А у людей, приходящих к нам на помощь и в самых критических ситуациях, он сегодня профессиональный. Начиная с 1995 года, 27 декабря в России отмечается День спасателя. Несомненно, эти мужественные и доблестные люди сегодня получили немало поздравлений. А в Рязанской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, где звучали не только теплые слова, но и были подведены итоги. А пожарных и спасателей, добившихся наибольших успехов в прошедшем году, торжественно наградили. Готовясь к новогодней ночи, полный волшебства и чудес, необходимо тщательно продумать подходящий образ. Когда еще можно позволить себе блестеть, искриться и переливаться? Тотемом 2017 года станет красный огненный петух. И многие планируют новогодний образ и праздничный стол так, чтобы угодить хозяину года. На самом деле, год петуха, согласно китайскому календарю, наступит только 28 января. Александра Солнцева, астролог, расскажет правильный подход в подготовке к главному празднику года, согласно всем звездным правилам. Я рекомендую обращаться именно к западной традиции, которая говорит нам о том, что королевой новогоднего бала будет луна в Водолее. И, соответственно, весь Новый год нужно посвятить именно этой планете в этом знаке. Поэтому именно в красной платье, как сейчас говорят, нужно одеваться. Одеваться нужно 28 января, а не сейчас, так как еще не ушедшая обезьянка, она может обидеться. Что касается самого новогоднего стола. Как его нужно накрывать, соответственно, что нужно ставить. Водолеи – это знак всевозможных миксов, поэтому чем больше салатов, тем лучше. И чем они будут изощреннее, экзотичнее, соответственно, Водолей будет больше доволен. Также, что касается напитков в эту новогоднюю ночь, есть интересная тенденция. Марс будет в соединении с планетой Нептун в знаке рыб. Это говорит о том, что есть опасность отравиться алкоголем, тем, который вы никогда не пробовали ранее, либо какая-то новая марка там будете спробовать. Плюс есть опасность принять не те лекарства. Например, заболела у вас голова, и вы решили принять какие-то незнакомые вам таблетки. Тоже есть шанс получить еще большую головную боль. Ну и, соответственно, не гоните лошадей, потому что лошадям может быть скользко. Это в переводе на русский язык можно буквально поскользнуться и угодить в больницу. На данный момент это все новости. Следите за событиями на нашем сайте и официальных группах в соцсетях. Удачи вам и хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин